Ученые географического факультета МГУ и Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН провели исследование размываемости вечной мерзлоты на побережье Берингово море. В результате освещены новые данные по скоростям разрушения многолетней мерзлотных отложений водами Берингово море на участке побережья Восточной Чукотки. Статья опубликована в одном из журналов, сообщается на сайте университета. Основным результатом работы является оценка размываемости отложений на берегу Берингово море, которая выражается в нормализованном индексе размываемости. Этот параметр включает в себя основные механические свойства пород, а также учитывает морфологию берега, рассказал аспирант кафедры креолитологии и гляциологии Географического факультета МГУ Алексей Маслаков. В работе авторы использовали синтез традиционных методов исследования для отдаленного региона Российской Арктики. Применение геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования, полевые геодезические измерения, инженерно-геологические изыскания, а также количественные методы оценки массивов данных. Хорошая корреляция полученного коэффициента размываемости с измеренными скоростями отступания берега делает используемую нами методику перспективной к применению в других прибрежных районах Арктики, на которых существует или планируется хозяйственное освоение, добавил ученый. Второй Арктический фестиваль развития территории Тереберка «Новая жизнь-2016» пройдет с 12 по 14 августа. Вместе мы доказываем, что жизнь кипит не только в крупных городах. Отдаленные регионы, небольшие городки и поселки – это будущее нашей страны, и именно с них начинается развитие. Участие многих небезразличных людей, готовых дело менять свою страну к лучшему, позволяет проводить уже второй фестиваль и делать его бесплатным для посещения, отмечают организаторы на сайте мероприятия. На время проведения фестиваля в Тереберке откроется гастрономический ресторан. Известные повара со всей России будут готовить сет-ужины и обеды из местных морепродуктов и даров тундры. Ресторан русской арктической кухни расположится в специально построенной деревянной конструкции на песчаном пляже Баренцево море. В рамках секции «Туризм и спорт» пройдут соревнования по различным экстремальным видам спорта – дайвингу, кайтингу и арктическому серфингу, трекингу, скалолазанию. Бизнес-форум предложит новый взгляд на экономику регионов, поднимает вопросы рыбного промысла и возможности развития иных форм предпринимательства в Тереберке. Отдельно будут обсуждаться экологические проблемы отдаленных северных поселков, сбор и утилизация мусора, энергоэффективные технологии, природоохранные зоны, бережное использование биоресурсов. В ходе работы культурной площадки будут организованы кинопоказы и мастер-классы, представлена разнообразная музыкальная и театральная программа. Для детей проведут творческие занятия, устроят всевозможные развлечения, квесты и игры. Фестиваль проводится фондом развития провинциальных территорий и сельской местности России «Большая земля». Главным организатором мероприятия выступает фермерский кооператив «Лавка-Лавка». Аграрии Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа проводят эксперимент по выращиванию клубники, смородины и малины в условиях Крайнего Севера. Жители национального села Нори в Надымском районе попросили помочь приобрести для них теплицы. В начале этого лета 15 поликарбонатных сооружений были доставлены для аграриев-любителей и теперь в одном из самых отдаленных северных сел района выращивают клубнику, малину, смородину, сообщает ТАСС. Теплицы с ягодными кустарниками установлены за полярным кругом. Эксперты полагают, что такие эксперименты позволяют обеспечить самозанятость людей, живущих в национальных селах, а также дополнить и разнообразить ассортимент продуктов для северян. На данный момент на Крайнем Севере уже несколько лет выращивают огурцы, зелень, томаты и болгарский перец. Согласно мониторингу урожайности теплиц, валовый сбор в прошлом году составил более 4 тонн продукции овощеводства. «Самое главное – это построить хорошие теплицы с постоянным отоплением и освещением, так как за полярным кругом лето холодное. Только в случае хорошего ухода за растениями можно вырастить в северных районах Дыни», – отметила доктор сельскохозяйственных наук профессор Уральского государственного аграрного университета Анна Юрина. Клубника впервые пополнит перечень культур, выращиваемых на Ямале, которые составят по итогам сельскохозяйственной переписи 2016 года. По данным Ямальского департамента агропромышленного комплекса, одним из перспективных направлений импортозамещения в сельском хозяйстве является глубокая переработка продукции оленеводства, рыбодобычи, дикоросов, а также развития овощеводства. Музей русских экспедиций появится в Пензе в ноябре. В его экспозиции войдут карты местных путешественников, их личные вещи и отчеты об экспедициях в Арктику. Новое учреждение откроется в начале ноября 2016 года в отдельном зале Литературного музея. В экспозицию войдут документы, письма путешественников, вырезки из старых газет, которые они сделали. Также планируется создать макеты кораблей, участвовавших в экспедициях, рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов. Идея создания такого музея появилась два года назад, сообщает ТАСС. Председатель областного отделения РГО пояснил, что, к примеру, имя исследователя Аляски, Алиутских островов, Северной Калифорнии и Лаврентия Загоскина, известно всему миру, а вот Пензенской области, откуда он родом, его память не увековечена. Такая же судьба у имени знаменитого земляка Евгения Сузюмова, участника многих экспедиций, глав Севморпути и Академии наук СССР в Арктику, Антарктику, Атлантические и Тихие океаны. Практически неизвестен в регионе и капитан дальнего плавания, исследователь Арктики, герой Советского Союза Константин Бадигин. Исправить ситуацию помогут экспозиции с материалами о судьбе и работе выдающихся исследователей и путешественников, полагает представитель РГО. Посетители музея смогут познакомиться с самыми яркими маршрутами, отчетами об экспедициях, увидеть личные вещи исследователей, карты и фотографии. Как рассказал Игорь Пантюшов, дополнить экспозицию рассчитывают с помощью жителей области. Пензенское отделение РГО обратилось к землякам с просьбой передать в музей имеющиеся у них материалы о путешественниках. В Пензе также создадут аллею полярников, на которой высадят ценные породы деревьев в память о достижениях земляков. Планируется, что в дальнейшем ее будут пополнять саженцами молодожены и общественники. Проект победил в открытом конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям. Пензенское отделение РГО стало первым, одержавшим победу в конкурсе президентских грантов. На создание музея выделен 1 миллион рублей.